здравствуйте дорогие зрители с вами программа специальное интервью меня зовут владимир дергачев наш гость сегодня патриарх российского фэнтези ник перумов здравствуйте ник добрый вечер здравствуйте владимир спасибо что прозвали я бы хотел начать вообще феномена нынешнего расцвета фэнтези если посмотреть последние даже корренизации ведьмак игра престолов кольца власти они все обладали ну невероятными бюджетами до собирали большую кассу вокруг них как сейчас это принято говорить хайп невероятно можно ли сказать что сейчас вот как 70 80 по всему миру в общем-то но расцвет нового виток интереса к фэнтези в принципе как жанру знаете владимир я бы так сказал сейчас наконец выросли взматерили добились соответствующего положения те люди которые зачитывались этими книгами в молодости в юности а вот сейчас они получили технические возможности бюджета они стали продюсерами исполнительными директорами и знаете может быть этот ответ точнее первая часть моего ответа не такая не совсем в струю но мне кажется что во многом здесь сыграл роль еще и такое знаете детское желание увидеть то чем зачитывался в детстве на большом экране когда вот читаете книгу хорошую думаете эх вот видеть бы это в кино вот это вот бы битву от горизонта до горизонта чтобы всем там взрывалась горела чтобы дракона чтобы корабли чтобы в рыцарь скакали и да на экране и сам не только в своем воображении и вот эти люди они это сделали то есть мне кажется что кроме всяких бизнес интересов там желание заработать и так далее играет роли так очень очень субъективный мне кажется и трудно формализуемый мотив но вообще фэнтези то что я всегда говорил и говорю это очень древний литературный язык это первый литературный язык человечества который ну и забрал и заверло для передачи их там моральных максим если мы посмотрим все мифы да это что это фэнтези когда гомер писал или аду и одессею олимпийские же боги не докладывали ему о своих делах любовных похождениях ревности и так далее своих страстях это все он создавал из своей головы то есть писал фактически первые фантастические роман да еще и в стихах вот и именно вот этот язык он существует столько сколько существует человеческая раса человеческая цивилизация это самый естественный язык тот который вот даже сами там сказали до нашего интервью что читали подростковом это возрасте это именно то что лучше всего нами усваивается лучше всего ложится на наш какой-то ментальный код и вот поэтому поскольку этот язык настолько универсален то с появлением новых выразительных средств кино средств прежде всего возможности визуализации компьютерных технологий это все и пришло как бы наконец на экран не видели значит какого-нибудь там годзиллы который роль которого играл человек в костюме и который опрокидывал значит маленькие картонные домики в первых японских фильмах если вы вспомните историю этого этой жанра до годзилловского ну а теперь это все практически неотличимо от реальности так что есть средства есть желание есть наконец вот этот вот очень богатый литературный материал который отвечает запросам большинства которые собственно и ходят в кино которые платят за контент так что все это было очень естественно вы рассказали об одном аспекте этот технические возможности продюсеров студийных боссов тех людей которые выросли и хотят воплотить да свою какую детскую фантазию на больших экранах но можно сказать еще и что есть какой-то общественно-политический контекста войны кризис эпидемии так далее и рассвет фэнтези в этом есть доля эскапизма да когда люди хотят в этот уютный мир с эльфами орками там очевидным добром злом уйти до от какой-то довольно жестокой суровой реальности но бесспорно частично это так но эскапизм в той или иной степени присутствует во всех жанрах искусства всегда но служила для того чтобы человеку облегчить существование в моральном и прежде всего в моральном смысле человек там люди в средние века смотрели на величественные готические соборы дом господа бога и возможно им становилось легче от этого от созерцания этой красоты это вообще очень интересный вопрос вот в какой степени этот вот эскапизм в кавычках на какой степени он на самом деле не эскапизм потому что все это фактически работает в конечном итоге на то чтобы общество становилось крепче здоровее могло выживать и можно сказать что наш сон каждую ночь это тоже эскапизм да мы убегаем из реального мира можно сказать мы на 8 часов должны отложить все проблемы потому что иначе мы не можем их решать завтра поэтому я бы сказал что вот книги вообще фэнтези фантастика но она не только да там ставят вопросы или как говорили в моей юности призывается молодежь в технические вузы и значит рассказывать о телеуправляемых тракторах она ставит вот этим языком который пришел из миф она ставят мира в моральные ориентиры она но говорит о четких критериях добра и зла она ставит те же вопросы которые ставят так называемая большая в кавычках литература фэнтези и ставят с не меньшим успехом то есть в чем разница только в том что драконов и магов не бывает ну так и людей которые описаны в девяносто девяти процентах реалистических романов их тоже никогда не было поэтому что здесь в чем здесь вот чем здесь грань где ее провести между небывалым да и невозможно для меня фактически это и грани не существует а эскапизм для меня никогда не являлся чем-то плохим ужасным и тем что надо непременно избегать нужно писать на только на злобу дня знаете если пишешь на злобу дня то получается утром в газете вечером в куплете ну да это довольно временно быстро умирающий жанр вы упомянули моральный аспект скажите вот даже те романы ваши которые я читал да там о некроманте феси неяски но он главный герой при том что вроде как некромантов по канонам всех там западных фэнтези это очевидно там злой темный персонаж так далее вообще на западе фэнтези обычно очевидное добро против очевидного зла да по крайней мере раньше так было так есть у толкина а если почитать ваш знаменитый роман там 90 до кольца тьмы там же все очень не очевидно но даже как бы вроде как очевидное зло те же самые оркеры восточные варвары они тоже не абсолютно черные персонажи у них есть своя мотивация которая куда-то более как бы многогранна чем у сурона да у толкина это вот какая-то вечная история про то что в русской литературе даже фэнтези люди и вот писатели пытаются докопаться какой-то мотивации найти кто ну что есть добро что есть зло и так далее не хотят рисовать какую-то очевидную комиксную картинку с домом конечно да все таки русская литература в неважно какой форме какую форму она принимает она всегда о главному душе да о выборе к чему все сводится господь даровал нам свободу воли свободу выбора между добром и злом и он не вмешивается в этот наш выбор поскольку мы созданы по его образу и подобию он имеет эту свободу и эту же свободу получили мы поэтому русская литература навсегда была именно об этой об этом выборе и можно писать об эльфах и орках можно писать о жанре там стимпанка можно писать космосе вездолётах и лазерах но главный вопрос все равно останется это нас на самом деле отличается от западной литературы большинства где всегда было да очень четко очерченное зло и очень четко очерченное добро у нас тоже есть подобного рода литература это военная проза проза великой отечественной где враг до немецко-фашистские захватчики как говорили в моем в моей юности или просто до оккупанты они всегда представали какой-то абсолютно серый неразличимой массой о чем большинство наших военных романов о том что есть взвод есть рота есть полк который держит безымянную высоту вот на него надвигается эта сила страшная сила необоримая сила и люди тем не менее русские люди встают перед этой силой посвящают ее грудь в грудь побеждают даже ценой своей жизни но самая мотивация этой силы которая на них идет она авторов лейтенантской прозы она не интересовала ни бондарев ни богомолов ни другие не красов автор в окопах сталинграда они не занимались мотивации немецких солдат и офицеров это был не их вопрос то есть жанр вот такого рода где зло но абсолютно обезличено и нас интересует внутренний конфликт наших героев которые этому злу противостоят это другой жанр не менее уважаемый вот просто фэнтези крайне мере в значительной части русских авторов на скорее знаете как исследование гражданской войны когда у каждой страны есть своя правда и интересно именно эти две правды исследовать столкнуть людей в переплетение взглянуть переплетение их судеб а не просто писать что с одной стороны очень плохие вы страны очень хорошие как я уже сказал масло у нас есть этот жанр который очень почтенный очень нужный и который будет существовать но вот фэнтези она у нас немножечко немножечко другое она у нас как я сказал больше вот а внутреннем конфликте чем мы конфликте с внешней силой и это продолжает тему орки мог быть добрыми и человечными в моей вселенной да но не только в моей на самом деле если мы вспомним знаменитую игру мир варкрафта известную русским геймером и как она оригинально называется world of warcraft там орки это вполне такие неплохие ребята простые грубоватые но высоко ценящие честь держащие свое слово и у которых конфликты внутренние происходят потому что кто-то из их предводителей нарушает законы чести то есть допустим и в западной культуре орки не всегда это абсолютное зло которых нужно экстреминировать всеми мыслимыми способами вот поэтому собственно варкрафт был так популярен и у русских игроков и не наверное не случайно на русских серверах такое большое количество было как раз людей которые играли за там орков их союзников как раз потому что нам более более интересно вот такое вот действительно найти в другую правду в конфликте постараться понять другого понять это уже понять другого это уже сделать шаг к тому чтобы этот конфликт привести к какому-то разрешению я бы тогда перекинул мостик вообще к актуальным событиям вот есть конфликт на украине россия соответственно конфликтует с украины и у обеих сторон есть свой пропагандистский нарратив интересный украинский пропагандистский нарратив он такой полушутка полусерьезная но про орков эльфов вот есть мордор восточный на них наступает они там эльфы хоббиты и так далее а вы как такому вот использованию в общем буквально фэнтези нарратива в современной пропаганде относитесь но во первых в данном случае этот нарратив про эльфов и оргов он абсолютно не нов собственно говоря это исполни использовали нацисты которые поднимали как бы тот же самый мотив что есть вот что как зигфрид да допустим или или биовольф они защищают вот этот вот маленький уютный европейский мир как таких страшных монстров которые ползают из тьмы внешней точно так же и здесь вот но интересно то что русская культура она на подобного рода обзывалки детские она не не реагирует как раз наоборот мы делаем из кажущегося нашим противником обидного розовище мы делаем символ контр культуры ах вы называете нас орками но мы покажем что это такие справа и пусть как я сказал не всегда там супер стильные ребята но у которых крепкие дубины острые мечи прочные щиты которые дерутся до своих до конца то есть из-за того что должно нас унизить мы делаем фактор контр культуры нашего контр наступления то есть как часть контр культуры российской да именно уроки как часть контр культур у нас есть своя культура естественно вот но сила всегда русской культуры было именно в том что мы не стесняемся использовать какие-то штаммы и оборачивать их эти штаммы против тех кто пытается их к нам применить на самом деле как бы тут обзывание нас орками но оборачивается как раз против всех кто на нас так пытается не знаю оскорбить унизить там не знаю разозлить вот это смешно конечно потому что как я сказал даже в западной культуре орки перестали быть однозначным злом да а превратились вот в такое вот интересное крутое воинское сословие которое всем пропишет ижицу в том числе там и эльфом и гномом и а если надо то и хоббитом то есть здесь этого не надо пугаться этого не надо бояться это этого на это надо реагировать со смехом вот и принимать это да на вооружение и потому что да это это наши в этом наша сила толкинской вселенной тоже часто приписывали политическую мотивацию вот есть западный прекрасный мир воленор там эльфы хоббиты и так далее все силы света и добра есть восточный мордор тогда вот так ну не знаю такому коммунисты например да если это ссср вы как относитесь насколько вообще по вашему толкин мог закладывать туда такие мотивы но толкин своих письмах и выступлениях всячески это опровергал он всячески отрекался от подобной рода подобной рода трактовки то есть было бы несправедливо не умолчать об этой об этих его словах но если мы посмотрим на как вообще создана средиземья как вообще вот это все спланировано все то же самое да свет на западе и вот с востока наползает страшная страшная тьма которая все собирается поглотить на вопрос а зачем этому саурону поглощать все и что он собственно собирается с этим поглощенным делать толкин это оставлял всегда за кадром потому что для него саурон был ну вот как как дьявол да как сатана который вредит потому что такова его природа у него нету никакой другой мотивации точно также у саурона нету никакой мотивации властелин колец больше религиозный роман чем политический хотя бесспорно стереотипы отразились в нем но простейший пример приведу решающая битва как бы войны за кольцо она разыгрывается под стенами большого города находящегося в излучине великой реки пересекающий весь континент средиземья и выигрывается эта битва комбинированным ударом как бы так с севера и юга которая значит и вражеская армия попадает в полуокружению все еще рассыпается и бежит но тут очень трудно не углядеть прямые аналогии со сталинградской битвой которая конечно тогда оказала на западный мир огромное влияние не только чисто политическое военное но и культурное недаром же в сталинграде находится меч дарованный королем георгом я не ошибаюсь когда дань восхищению мужеством и героизмом и защитником города и тем кто замыкал кольцо поэтому толкин конечно он не мог полностью уйти от каких-то вот этих каких-то алюзий другое дело что эти аллюзии нам могут не очень нравится но опять же как я сказал мы берем и превращаем то что нацелена против нас в оружие против тех кто это на нас направил скажите тоже продолжаю эту тему вы можете назвать себя политизируем человеком вообще следите за современной политикой там мировой российской американской знаете мне трудно говорить на эту тему прежде всего потому что о многих вещах я запретил себе говорить и не потому что я живу там тяжело потому что многих вещах имеют моральное право говорить люди которые находятся в гуще этих событий это высокое право которое нужно заслужить иметь право говорить о многих вещах я да то есть для меня например я не пишу ничего о нашей специальной военной операции и именно потому что я считаю что именно это морального права это моя на это моральное право имеют люди которые вот находятся непосредственно кому угрожаются снаряды которым угрожают бомбы которые угрожают беспилотики которые уже долетают и до москвы вот они они имеют высокое право говорить слова о чести о долге о достоинстве у меня это тяжелый вопрос но я бы покривил душой если бы сейчас начал рассуждать на эту тему а что касается вот американской политики ну понимаете здесь здесь никакой политики нет здесь люди давным-давно от этой политики оторваны здесь все решают какие-то элитные круги и обычный человек просто может как-то стараться здесь выжить ибо от него здесь тоже об здесь от него здесь абсолютно ничего не зависит а вы же если не секрет живете и работаете в техасе нет когда давно вы жили в техасе уже довольно давно живем в северной северной каролине работаем университете это печальная реальность конечно которая как всякие русские люди естественно мы хотим вернуться вот но вы 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 вот так падается ситуация что мы же не иммигранты и не беженцы какие-то мы не уезжали для того чтобы поносить нашу родину и поливать ее грязью чтобы и заслуживать этим какие-то книги же да это было все хорошо и замечательно это было такое знаете больше увлечения чем серьезно но сейчас когда изменились представления публики вообще как бы об этом смешно говорить ну а вот так получилось что наши наши профессии да вот это вот работа в лаборатории она к сожалению на родине практически не востребовано и даже если бы да даже там кто востребован то везде нужны молодые а когда тебе увы 60 то уже дело твое не настолько хорошо опять же повторюсь это очень тяжелая для меня тема вот и я стадов старался как можно чаще приезжать и стараюсь приезжать это сейчас стало трудно но без без россии без связи с родиной мы ничто вы чувствуете что к вам после 24 февраля 2022 года вот как русскому да выхватил из россии к вашему окружению вашей семье изменилось когда отношения но я бы солгал сказав что изменилось нет потому что как я уже сказал чуть раньше люди которые здесь работают которые нас окружают они заняты собственно говоря своим собственным выживанием не да не до всех этих высоких материй и если вообще этот конфликт здесь кого-то волнует то абсолютно не вот не тех самых простых американцев непростых людей которые должны много и тяжело работать чтобы свести концы с концами поэтому я не могу сказать что в отношении к нам как-то там изменилась в худшую сторону но может быть потому что мы живем на юге такая вот эти не совсем небольшие 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 города и люди здесь как я сказал заняты своими делами а вот политика это для них где-то там там это делается в вашингтоне не знаю может быть в нью-йорке может быть в лос-анджелесе но но не вот не вот здесь у нас я бы немного еще развил политическую тему не отношение к военным действиям а конкретно ваши в целом взгляды да судя по вашему интервью вы скорее правых взглядов вы скорее сочувствуете гвардейцам вы могли детально рассказать как сформировались на вашем мировоззренческие позиции которые отражаются в книгу я всегда говорил о себе что я я анти большевик но я не антисоветчик это большая разница на самом деле антисоветчики это те которые желали желают гибели нашей стране нашей сами стране какую бы форму государственности на не принимала было бы то российская империя будь то московское государство будь то древний русь будь то советский союз или будь то нынешняя постсоветская россия их называют антисоветчиками на такое больше такой широкий термин но каждый раз оказывается что эти люди ненавидят просто любую форму государственного бытия русского народа считают сам русский народ неполноценным и не заслуживающим не имеющим права на жизнь на земле анти большевизм это неприятие вот самого октябрьского переворота неприятие его методов неприятие того как решались проблемы в то время и понимание того что до россия находилась на магистральном пути цивилизация на страна стремительно развивалась перед революцией но вот действительно воистину должны были сойтись так звезды должны были совпасть важно было прилететь очень много черных лебедей разом чтобы вот это вот раз человеческой истории удалось такое вот вот несчастье которое к сожалению случилось на нашей с вами родине при этом естественно абсолютно только полный глупец или опять же русофоб может отрицать великие достижения которые которых добился русский народ даже в когда когда жизни его складываются советском союзе все это и и победа и космос и и многое другое образование и здравоохранения все это как бы все это было отрицать это невозможно поэтому вот в романе александровские кадеты которые я написал который да бесспорно он белогвардейский роман сказать там как бы именно белогвардейцы выступают качестве позитивной силы но в этом же романе действует и такой персонаж михаил жадов комиссар большевик настоящий большевик вот именно который за справедливость за простой народ чтобы богатей не пили кровь из рабочих чтобы там у крестьян была земля то есть те люди которые искренне шли в революцию думаю что они сейчас изменят жизнь к лучшему построить справедливое общество и одна и часть действий меня происходит 1972 году во времени во время моего детства я не описывал никаких ужас потому что опять же объективности ради говоря будучи ребенком школьником я не видел тоже никакого кошмара ничего ничего ужасного какие черные воронки у нас по городу ленинграду тогда не ездили вот и народ жил своей жизнью жил более-менее нормальная жизнь но да был дефицит там гонялись за джинсами и так далее сходили по ним с ума но право же да это не такой большой не такой большой грех вот поэтому как я сказал нельзя ни в коем случае путать неприятие большевистского переворота с с ненавистью или там не знаю с желанием навредить там советскому союзу или какой-то иной форме бытия россии я приносил присягу советскому союзу вот и этой присяге не от не отказывался не отрекался вы в советском союзе помогали детям которые пострадали от каста катастрофы да на чернобыльской аэс расскажите об этом да вы разрабатывали лекарства лечили мы мы тогда занимались прежде всего работой с детьми которые страдали от лейкемии мы разработать лекарства лейкемии на этим к сожалению это это тянет на золотой памятник при жизни конечно мы этого достичь не могли но мы занимались поражениями иммунной системы у этих детях у этих детей старались определить степень этого поражения как это можно исправить ведь наш организм самом деле является самым эффективным средством борьбы с раком раковые клетки вот и возникают нашем теле постоянно ежедневно ежеминутно ежесекундно но в громадном большинстве случаев там 99 . запятая девяносто девять сотых процента наш организм их элиминирует даже на больше вот и только фактически сбои в иммунной системе как правило ведут тому что эти раковые клетки начинают укореняются начинают распространяться ну и возникает болезнь то есть в онкологии очень важно было понять вот иммунный статус пациента понять что насколько он угнетен чем его можно поднять то можно сделать для того чтобы его усилить вот этим мы занимались тогда мы были одними из пионеров наша лаборатория была одним из пионеров которые занимались стокинами это вещества которые регулируют иммунный ответ организм их очень много они очень сложных взаимоотношениях их несколько десятков сейчас уже открыто вот тогда мы занимались именно этим то есть помогали тем что чем могли помочь ну то есть круглого нашими мозгами как человек имевшие отношения к тем событиям как вы относитесь к сериалу вы смотрели вот недавно вышедший западный сериал про чернобыль нет не смотрел не смотрел именно потому что развесистый закон развесистые клюквы никто не отменял и знаете уже я приучен к тому что если на чем-то налеплена делаем на западе на леплена фишка там события происходят там в ссср или не знаю там россии ну да та самая та самая развесистая клюква который писал по мысли не ошибаюсь еще значит дюма отец хотя может ошибаюсь может быть это был сэн не помню но здесь бы я подискутировал не такой плохой как вам могло показаться по каким-то рецензиям ну может быть давайте нельзя объять необъятное кроме того я честно скажу на сериалы мне очень жалко тратить время его у меня не так много вот и я его лучше потрачу на работу над своими книгами чем на вот такой вот на просмотр этого видео контента как теперь вы сказали почему это сериалы игры вам не очень про игры вы тоже говорили хотя казалось бы в них конвертирует да переносят все фэнтези вселенные последние в игры да но все-таки в играх понимаете вы ведете активный образ жизни вы выбираете то что вам там делать во многом ну в рамках конечно того что вам задают разработчики но все-таки до в том же в том же мире варкрафта вы могли выбрать одну из сторон которая вам больше нравится это уже это как бы не уже у вас есть больше больше свободы чем у зрителя которого просто ведут по предназначенной дороге и которому показаны показывают то что считает нужным показать в играх вы активны при просмотре сериала вы пассивны недаром показано что просмотр до сериала видео контента вообще вот она как бы во многом ингибирует то есть уменьшает актив электрическая активность мозга когда вы читаете книги допустим или вы активно играете в компьютерную игру которая требует реакции решений стратегического планирования допустим вас может ваш мозг работает активно когда вы читаете книгу он представляет как все это было нарисует картинку при сериала не грубо говоря просто погружают вас спячку поэтому я их и не очень люблю она вы могли бы описать своего среднестатистического фаната как в целом выглядит поклонник фэнтези в россии на ваш взгляд девяностое был штамп про ролевиков людей которые бегают с мячами там изображают орков и в лесах так далее вы знаете опять же я не брошу камень в ролевое движение краснооборот выступлю в его защиту потому что это люди которые опять же активно активно действуют они взаимодействуют они создают свою культуру они создают разветвленную социальную сеть истинных настоящих взаимоотношений там делают себе и броню и мечи и одежду и изучают там эпоха неизбежно хороший релевик неизбежно приходит к тому что он становится неплохим историком в том числе материальной культуры вот и более того аудитория фэнтези книг всегда была на порядок больше чем ролевая аудитория поэтому сейчас как бы говоря о среднестатистическом читатели но знаете это невозможно сказать потому что фэнтези читают абсолютно все социальные страты общества у меня есть в читателях и допустим и уже сильно немолодые женщины и совсем молодые мальчики то есть сказать что вот где-то лежит какой-то центр ну не знаю можно наверное сказать что всегда книги читают более активно молодежь но я никогда не задумывался за тем вопросом понимаете я не пытался выявить свою там целевую аудиторию пытаться в нее попасть я просто писал книги рассказывал истории наверное поэтому они прожили так долго какие самые необычные фанаты читатели может быть профессии или случаю вспомните такие самые необычные места где кошки но самые необычные места это конечно фронт это донецк это луганск но так собственно было было всегда очень много у меня писем читателей которые говорили что начал читать ваши книги в армии когда было трудно когда было тяжело до до всех этих событий было специальной военной операции но все равно всегда жизнь всегда служба в армии она всегда была трудна это не сахар да и не мед и вот люди писали что было тяжело начал читать и вот спасибо вам ваши книги мне очень помогли то есть я очень ценю такие письма значит что это действительно сделал удалось сделать что-то хорошее а с украинской страны у вас есть читатели книги вообще и фэнтези могут примерять как-то объединять людей совершенно там разом я имел конечно же много читателей на украине но что сейчас там происходит с моими книгами я не знаю я думаю их там уже просто и давным давно не осталось я думаю я думаю они сожжены вместе там с многими новыми произведениями русской литературы или может быть не сожжены просто списаны валом на помойку поэтому что там сейчас я я не знаю могут ли они могут ли книги примерять теоретически наверное да поскольку мы один народ и я сказал меня читали в киеве еще также как читали в москве в новосибирске владивостоке или петропавловской камчатской я бы очень хотел чтобы когда-нибудь эти книги послужили ну уврачению и улучшению нравов скажем так и настроений но это об этом можно это не в моей власти уже понятно скажите а как вы относитесь к религии если помните ваши книги по крайней мере с того что я читал ну спаситель да такой аналог христа в ваших книгах саги о некромантии в фессе и сама по себе церковь представляет из себя скорее мрачных религиозных фанатиков которые предпочли бы там жечь повесить и так далее всех своих но вот к сожалению да к сожалению я понял что я слишком глубоко закопал это хотя мне казалось что достаточно очевидно дело в том что помните у в евангелии от матфея спаситель говорит что многие будут те которые назовутся мною и многих соблазнят так вот спаситель моих книг это именно тот который приходит и соблазняет который обещает и обманывает это уже спаситель суставы собственно говоря по нашим меркам это антихрист это именно тот который пусту который соблазняет людей безопасностью спасением иисус никого не соблазнял он не имел в этом никакой нужды он говорил правду он нес ту самую благую весть и ему не надо было ни кем притворяться в этом колоссальное отличие между между ним и между вот той сущностью в эмпирической сущностью которая выступает прикрываясь именем спасителя в моих книгах и до такого рода в эмпирическая сущность конечно она будет создавать вокруг себя такого подобного народа в эмпирический культ в же церковь он где все будет зависеть все будет построено на подавлении личности на уничтожение несогласных на инквизиции в худших ее проявлениях так что в этом тут ничего нет удивительного так оно как бы в общем было спланировано вот но очевидно я закопал это слишком глубоко и воспри и был воспринят больше вот именно даже по вашим словам судя был воспринят именно первый слой да я хочу сказать что да вот многие вас воспринимали как такого несколько антиклерикального автора и вы извините что перебиваю вас как бы предваряли вам мой следующий вопрос должны ли верующие оскорбляться да как сейчас довольно модно и принято за законы довольно жесткие в россии на на эту тему то есть верующие судя по вашему формировку в общем не должны оскорбляться здесь нету как мне абсолютно не бороться с христианцем более того те люди которые были реально воцерковлены кто это кто в этом разбирался кто это видел да они это видели сразу естественно но да к сожалению наше общество она очень-очень д-клирики д-клирики резервана то есть грубо говоря но мася свои ушло из церкви вот что конечно же там привело к тому что вот эти вот в какие-то внешние признаки до были приняты за чистую монету поэтому приходится давать такие объяснения сейчас как говорил мой друг с автор святослав логинов замечательный наш питерский автор объяснение у газетного киоска когда автор стоит значит и у каждого покупающим его там книгу или журнал с его с его повестью объясняет а вот на самом-то деле я тут хотел сказать вот это слова это называла называет объяснениями у газетного киоска то есть ну конечно да это как говорил как говорил таких случаях товарищ сталин это наша недоработка ну хорошо купил своих хотел бы продолжить тоже эту тему запретов сейчас в россии довольно много вещей запрещают в литературе в кино за это штрафуев помимо оскорбления верующих это добавилась в гбт тема фактически сейчас гбт движением вне закона признан экстремистским и так далее и это полная противоположность того что происходит на западе да где в последние вот 10-15 лет вы как человек который давно в сша живете здесь лучше скажите принято диверсити если мы посмотрим на фильмы литературу и так далее это обязательно расовое многообразие это обязательно люди разных там сексуальных ориентаций и так далее как вы к этому относитесь и насколько это ложится на фэнтези вселенной потому что вот например в том же ведьмаке да спорили о том могут ли быть эльфы черные или нет особенно это коробило скорее российских пользователей зрителей да на западе тоже нормально спимается конечно да конечно пан анджей топковский если сразу закрыть тему ведьмака он писал абсолютно европейский миф он имел ввиду конечно же свою любимую польшу и близкие к ней славянские страны поэтому там он так много узнаваемых нами моментов и поэтому собственно ведьмак так популярен и читаем и любим у нас потому что он это фактически ну тоже а тоже один народ одна и та же изначально исходная культура один и тот же корень один и тот же язык от которого потом пошли все ответвления но что касается вашего вопроса о всех вот этих вот реалиях знаете я биолог я привык оперировать фактами как научный работник и стоять на почве фактов а не каких-то фантазий так вот я могу сказать что когда реальность пытаются подогнать под какую-то идеологию неважно под какую идеологию даже если это самая красивая идеология мира братства любви и так далее но как только вы начинаете людей в эту идеологию загонять и доставлять насильно их любить людей из которые отличаются от вас не давать всем спокойно жить рядом и вместе да не вмешиваясь в дела друг друга вот именно вас вы объявляете какую-то группу неважно будь то не знаю как писал владимир ильич ленин там тончайшую прослойку настоящего сознательного пролетариата или не менее тончайшую прослойку там не знаю людей которые считаются трансгендерами как только вы выделяете такую группу общество ставите ее на пьедестал начинаете как бы им камлайт да и курить фильм фильме ам ничего хорошего из этого не происходит потому что это это нарушение естественных законов развития общества октябрьская революция была катастрофа потому что она разрушила естественные законы развития общества точно так же и вот это вот эти вот все события которые происходят сейчас это такая же такое же точно насилие над естественно ходом вещей это разрушение естественных механизмов истории тот еще надо помнить вот что что к сожалению к великому сожалению и мы люди мы биологические существа мы обитаем в биологических телах и мы подчиняемся законам природы правда довольно жестокая тетка честно говоря и с точки зрения природы лес остается расти если с дерева слетел один единственный лист для листа это трагедия лес этого даже не заметит он продолжит жить дальше и точно так же происходит и в человеческом обществе да мы мы не должны никого ни в чем не должны никого угнетать за то что он другой как не такой как мы и такой человек имеет полное полное право жить той жизнью который он считает нужным но мы не можем сделать так чтобы вот взгляды вот какого-то какой-то небольшой оригинальной группы становится становились бы подавляющими и всеобщими мы не должны никого подавлять но том числе это относится как к меньшинству так и к большинству и да к сожалению то есть будет это порождало это порождало в прошлом и получается что будет порождать трагедии когда люди может быть хотят распространять свой взгляд а им говорят нет это вредно для общества давайте вы будете вот жить своей частной жизнью и люди чувствуют себя несчастными они до начинают с этим бороться и получается то что получается но к великому сожалению опять же но пути нет есть объективные законы природы которые им которым мы исследуем если мы не хотим вымерить как просто им быть самоуничтожиться как как вид если в этом заключается наша цель совершить тихое коллективное самоубийство то да наверное конечно да но я как-то не очень хочу чтобы мы самоубивались хорошо вы в первую очередь биолог или писатель на ваш взгляд как вы себя сами идентифицируете никак не идентифицировать наклеивать ярлыки это самое последнее дело я честно я не задумываюсь на эту тему я делаю то что нужен вот то что так что нужно здесь и сейчас раз мои книги нужны раз они востребованы значит я их пишу мне интересно рассказать эти истории если для того чтобы писать книги я должен работать в лаборатории значит я буду работать в лаборатории я скорее к тому что если вы биолог то ваши научные знания помогают вам может быть вы мыслите какими-то специальными системами да когда воображаете чертите мир льда в своих книгах ну конечно естественно и поскольку я по образованию именно биофизик молекулярный биолог конечно это помогает я использовала эти знания допустим когда писал диалогию череп на рукаве череп небесах и естественно это помогает структурировать книгу может быть несколько четче и несколько для меня лично понятнее но собирается задаваться вопросами а кто я такой это это не мое а здесь семья это все кто есть то есть как писал так и пишу и буду писать покуда есть силы но а все остальное это уже по-моему на основе я бы подзану из пару кратких вопросов скажите три совета начинающим писателям явилось что в интервью вы уже давали рекомендации может быть вы как-то развернете ну совет совет первый рассказывай историю которая интересна тебе совет второй обязательно доведи до конца первую начатую книгу не бросай ни в коем случае потом конечно же будут истории которые не получат развитие на первую книгу нужно довести до конца даже если она кажется слабой неудачный и так далее нужно просто получить уверенность в том что ты можешь довести работу до конца и третий третий пункт не говори с публикой по-арамейски да очень хорошо если ты знаешь что древний язык но не ожидает что тебя поймет аудитория если ты хочешь чтобы тебя пойму поняла аудитория обращайся к ней на понятном ей языке не сиди в башне слоновой кости вот три к таких кратких совета которые которым я стараюсь следовать сам ну и те советы которые я давал автором когда вела мастер-классы и тому подобного мероприятия коммерчески успешная литература может быть глубокой и остаться на века что называется в школьном программе разумеется конечно федор михалыч достоевский был коммерческим писателем это это пример нужно столько классический на что как должен быть уже на газ он должен уже навязывать в зубах своей банальности но тем не менее то так и есть конечно она может быть успешной хемингуэй был вполне успешным коммерческим писателем до славок запустим к францу кавки пришла после его смерти но то есть как бы мы мы имеем примеры и про и контра но это ничуть не исключает того что коммерческая литература востребованная читателями литературы может быть и глубокой и интересной и жить очень долго ну опять же наше все александр сергеевич пушкин который очень трепетно относился к коммерческому успеху своих книг вот поскольку ему нужны были деньги он не имел огромного количества крепостных душ вот которые бы его кормили и снабжали поэтому он зависел от коммерческого успеха своих стихов но и они были во многом успешны хотя и тоже и современники их критиковали скажем руслан и людмил но тем не менее они прожили века и будут жить еще века литература не умрет создавшись перед напором кино сериалов игр игр в виртуальной реальности в конце концов говорят что сейчас дети меньше читают меньше читаю да но дело в том что любая игра любой сериал она всегда начинается с истории все должна быть история должен быть сюжет которому следует зритель или игрок или ну или любой как бы кто взаимодействует с этим контентом то есть всегда должна быть история должен быть герои должны быть его нужно с этим героем происходить какие-то события каком формате это будет изложено это уже несколько несколько второй вопрос но хотя конечно же далее как человек как человек классического образования всегда считал и считаю книгу наиболее продвинутым средством донесения такого рода идей видео контент как мы уже с вами говорили с моей точки зрения он усыпляет нежели будет спасибо ник на этом наша программа специально интервью заканчивается сегодня с вами был владимир дергачев и наш гость ник перумов отец российского фэнтези до свидания а